Я хочу сегодня поделиться из Божьего Слова и зачитать сначала перед нашим размышлением. Много можно сказать, и хочется говорить об этом. И я верю, что сейчас время такое, когда Господь тоже, Он возводит нас через учение. Вы здесь что-то пережили, когда сестры приезжали, да? Кто переживал благословение из вас? Я думаю, что мне приходили некоторые вещи, послания, но я не понимаю. Люди приехали служить, обнимали всех, пророчествовали, молились, служили как рабы, но оказались не таковы для некоторых. Видимо, несовершенные еще, да? По воздуху не летают. Но давай тебя возьмем и рассмотрим со всех сторон. Как ты в семье, как ты в экстренных ситуациях, как ты в критические моменты. Давай тебя рассмотрим, что ты привязался к людям. Ты чего к ним пристал? Давай тебя рассмотрим. И мы посмотрим, кто есть кто. И взвесим на весах. Не надо этого делать. Мы должны быть добрыми людьми. Церковь теплая, добрая, любящая. И даже если с чем-то мы не согласны, по-другому думаем, но это не проблема. Мы же все разные. Мы все разные. Мы христиане, мы дети. Мы дети царя. Мы сыны и дочери Господа. Вы здесь сегодня? И ты сидишь такой, и все у тебя не так. Ну, просто надо в зеркало посмотреть. Посмотреться в зеркало, и будет все в порядке. Хорошо? Вот поэтому Иисус сказал, придите, научитесь от меня обоих кротах и смирениях. Где вы видите Совершенную Церковь? Что, ну, как кто-то сказал, что я ищу Совершенную Церковь. Он говорит, как только ты туда попадешь, она сразу несовершенная станет. Вот. Ты ее найдешь и сразу все закроешь. Вот. Поэтому не делайте этого. Мы сегодня находимся в этой борьбе, в этой агонии, в этих родах, в мучениях. Родах. Она кричала и мучилась от боли рождения. И мы сегодня ищем. Для меня рисковать, ища пути жизни, гораздо безопасней, чем находиться в чем-то статическом, сохраняя это все. И не имея жизни, ни свидетельства жизни, ни радости, ничего. Вы знаете, мы скоро есть друг друга будем. Мы обязательно набросимся друг на друга. И будем друг друга угрызать. Это было с галатами. Вот. И поэтому мы сегодня ищем пути жизни. Когда мы высвобождаем дух наш. Радость и поиск. Не будьте глубокими. Не надо быть умными. Хорошо? Хорошо? Не делайте это, потому что это очень противные личности. Мы должны быть простыми, как дети. Умоленными. Сокрушенными сердцем. Вот этот дух угоден Господу. Ему нравятся такие дети. Вы знаете, дети даже растут и потом становятся там умными, суровыми, приперечат родителям. Это не радует сердце родителей. Когда они сохраняют свой дух, мама, папа, все, просто в простоте. Ему уже, может, там 20-30 лет, он все равно ребенок твой. Вот это угодно Господу. Чтобы мы с вами, зная Бога, посохраняли свой дух, как дети. Аминь. Я хочу зачитать о том, что Господь говорит в Марка 9 глава, с 1 по 8 стих. И здесь написано о том, как ученики пережили видение славы Господней об Иисусе Христе. И сам Иисус сказал такие слова. Марка 9, 1-8. Иисус сказал, верно вам говорю, есть среди стоящих здесь люди, которые не успеют узнать смерти, как увидят, что Царство Бога явилось в полной силе. Через шесть дней Иисус берет Петра, Якова и Иоанна и ведет их на высокую гору. Они были там одни. Вдруг его облик изменился у них на глазах. Одежда его стала сверкающей, ослепительно белой, как никто не смог бы отбелить на земле. Явились перед ними Илья с Моисеями, разговаривали с Иисусом. И Петр говорит Иисусу, Рави, как хорошо нам здесь быть, давай мы сделаем три шалаша. Один тебе, один Моисею, один Илье. Ведь он не знал даже, что сказать. Так они были перепуганы. И тут явилось облако, покрывшее их своей тенью, и из облака раздался голос. Это мой любимый сын, его слушайте. Они вдруг оглянулись и видят, никого больше нет. И с ними был только один Иисус. Очень много сразу приходит мыслей хороших на эту тему. Но давайте склоним наши головы, я хочу помолиться о слове. Господь, мы благодарим Тебя за открытое слово Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что через Твою святую кровь мы приходим к престолу благодати с дерзновением. И мы просим Тебя, чтобы Твой святой дух сегодня открыл наши умы и наши сердца к разумению и Писании. И чтобы Ты проговорил в наше сердце, как мы можем слышать Слово Божие, как мы можем его исполнять. Мы сегодня хотим не только слышать Божье Слово, но мы хотим сегодня слышать голос Божий в нашу жизнь, чтобы мы могли совершать Твое служение. Мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. То, что меня касается здесь, это то, что Иисус сказал, что некоторые стоящие здесь или сидящие здесь уже увидят Царство Божие в силе. Я верю, что это пророческое Слово для нас. Некоторые из нас, некоторые, это было 12 апостолов, хочу заметить, но почему-то только троим Господь открылся. Почему-то из 12 апостолов Он показал троим. Я думаю, что в этом есть тоже причины, исходящие от этих людей. Я говорил уже, что когда мы ищем Отца, мы ищем Его присутствие, Он ищет нас. Представьте себе, что у тебя много людей, детей. Ну, по Мэлу давайте возьмем, не будем никого здесь трогать. 60 у нее детей в Непале. И представьте себе, что кто-то очень сильно каждый день ее достает, чтобы провести время с мамой. А кто-то совершенно, его не интересует она. Его интересует еда, одежда, что-то гулять, баловаться. Но она его не интересует. С кем она захочет общаться? С кем ей будет приятно общаться? Конечно же, с тем, кто ее ищет. То же самое люди, которые ищут Господа, они имеют большее богатство Духа, чем те, кто его не ищет. Когда мы призываем нашего отца, мы ищем его присутствие, ищем общение с ним. От сердца отца располагается искать общение с этим сыном или с этой дочерью. Когда сына совершенно не интересует или дочь не интересует отец, то тогда, конечно же, Богу скорбно, но Он обращает свое внимание на других людей. Он благословляет общим благословением. Он благословляет, дает им плату за работу в винограднике. Но Он имеет тайны для боящихся Его. Он имеет тайны для тех, кто ищет Его лица. И когда ребенок не дает тебе покоя, он, папа, 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 ты, конечно же, начинаешь созидать и общаться более тесно, чем с другими. Это закон. И по-другому быть не может. И поэтому из 12 апостолов Господь избрал только трех, которым Он открылся. Он бы мог 12, но что, Ему жалко, что ли? Но Иисус мог преобразиться перед теми другими девятью человеками. Но почему-то Он не захотел. Почему-то Он не захотел других девять взять и показаться перед ними. Наверное, была причина не в нем, а в них. И вот Он отбирает этих три человека, Петра, Якова и Анна, и Он возводит их однажды, рано утром Он возводит их на гору одних. И говорит, они уже забыли, может быть? Шесть дней прошло. Шесть дней прошло после этого пророческого слова, и они должны были держать это перед своими глазами. Ожидать этого. И они думают, что же это значит? Как это мы увидим Царство Божие в силе? Ну вот сам Иисус с нами. Но что это значит? И вдруг однажды Иисус говорит, Петр, Иоанн, Иаков, пойдемте, я хочу провести время с вами. А куда, Господи? Ну, пойдем, посмотришь. И когда они взяли, Он взял. Я был на этой горе, я не знаю, но традиционно называется Фавор. Такая большая, такая круглая шишка, но очень высокая. Там наверху есть монастырь, все, и видно земли, очень сильно обозревается вся местность. Она такая большая, возвышенная гора одна. И ты долго-долго поднимаешься по ней. Там можно заехать на машине, но пешком очень высоко. И надо было идти, достаточно большое усилие приложить, чтобы на нее подняться. Вот. И они поднялись на эту гору, и вдруг произошло то, что Иисус преобразился перед ними. И они никогда Его не видели таким. Братья и сестры, у Иисуса еще есть много вещей, которые Он нам еще не открыл. Вот здесь сегодня у Него есть еще много, что Он хочет показать нам. Аминь. Иисус не скучный, братья и сестры. И то, что вы знаете о Нем сейчас, не думайте, что вы все знаете. Знаете почему? Потому что филиппийцам в третьей главе Павел сказал, что он ничего Его не знает. Как должно знать. И кто еще говорит, что Он знает Его, еще ничего не знает. Мы иногда ставим Иисуса в маленькую коробочку. Почему многие люди судят других? Потому что они рассматривают через призму своего понимания Бога. А Бог сказал, не делайте этого. Потому что это глупо. Ты еще не знаешь серьезных формул высшей математики. Зачем ты судишь о том, что вот эта формула неправильна? Когда Бог тебе откроет все больше, это называется возрастание в благодати. Восхождение в неизреченную любовь. Восхождение в истину. Это возрастание в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Ты увидишь, что Бог есть любовь. Это не судья. Это не только мститель. Это не только просто, ну, как бы стремящийся справедливость восстановить. Но это и есть любовь. Когда Он ожидает через свободу благодати, когда мы сами поймем Его и выберем собственной волей Его сторону. И вот этого Господь ожидает. Добровольного послушания. И благость Божия, она всех нас ведет в покаяние. И когда это совершается с человеком, мы должны радоваться и приветствовать друг друга объятиями любви. Вот здесь сегодня. Вот что такое Церковь Господа. И Иисус, Он преобразился перед этими тремя. И они еще такого Его не видели. Я сегодня молюсь за эту Церковь нашу, за наше братство. Я молюсь, чтобы Господь преобразился перед нами. Чтобы мы увидели Его таким, каким вы еще никогда Его не видели. И чтобы мы никогда не останавливались в познании нашего Господа. И вот Иисус преобразился, и вдруг облик Его изменился на глазах, одежда стала сверкающая, ослепительно белая, как никто не мог бы отбелить на земле. То есть это было сверхъестественное сияние. Одежда, конечно, это просто одежда. Мы не читаем о святой одежде. Мы читаем о святых людях. И сияние Его тела, исходящее из Духа, настолько воссияло, что сквозь одежду было так, что просто сияние изнутри исходило сквозь. Я думаю, что когда Моисей налагал, покрывало на свое лицо, то, наверное, тоже через щели можно было видеть такой мягкий струящийся свет. И, наверное, даже ночью, в очень такую безлунную ночь, в темную, Моисей мог ходить, и у него такой светящийся шар мог светиться через ткань, потому что это было сияние лица. Это потрясающие вещи. Но вы знаете, когда мы читаем это, мы восхищаемся. Но когда мы читаем Новый Завет и говорим о том, что Павел пишет, что у нас намного больше права сегодня на благодать Божию, чем у Моисея, то это восхищает еще больше, правда? Но нам надо смотреть на Него. На Него. И вот Петр говорит, что они увидели вдруг явление. Иисус преобразился, и вдруг пришли Моисей и Илья. Сразу узнали. Моисей и Илья. И что они делали? Беседовали с ним об его исходе. Я не представляю, как это можно было видеть. Это была слава Божья. Это была Божья слава. Написано, что о Моисеевом теле спорил дьявол. Значит, мы знаем, что Моисея тела никто не видел мертвого. Но когда дьявол спорил с Михаилом Архангелом, Библия говорит нам в послании Иуды, что Михаил Архангел запретил сатане трогать его тело. Значит, Михаил победил сатану от тела Моисея. И это Моисеево тело не увидело тления. Мы знаем второго пророка, который Илья, который был взят на небо живым, и никто не знает сегодня могилы Ильи, потому что его нет. Сегодня в православной церкви Илья есть покровитель летчиков. Потому что он улетает. Он улетал, и он покровитель, как бы ангел-хранитель летчиков. Даже есть какие-то храмы, посвященные пророку Илье. Наверное, у аэропортов или у аэродромов, я не знаю. И Илья тоже не видел тления. Он пошел на небеса в колеснице огненной, и ангелы взяли его. И вдруг Илья и Моисей являются в этом сияющем славе. И Иисус прославленный, с сияющей славой, он беседует с Ильей и Моисеем. Моисей представитель закона. Здесь эта книжа. Илья – представитель пророков. Весь Ветхий Завет – это закон и пророки. Закон – это Моисей, а Илья – это пророки. Закон и пророки свидетельствуют о мне, сказал Иисус Христос. И они, закон и пророки, свидетельствовали с Иисусом Христом, общались. И вот у Петра возникает мысль. О, давай мы сделаем трекуще. Тебе, Моисею и Илье. Но что еще говорить человеку? Надо же что-то говорить. Ничего не скажешь, подумаешь, что глупец. Ну, надо же что-то делать, надо дырку забить срочно, потому что такая пауза тяжелая. Вот. И высвобождается. Его только там не хватало голоса. Надо было всем послушать Петра. Там был Бог-отец, там был Иисус, там был Моисей, там был Илья, но Петра не хватало. И Петра говорит, давай, Отец, сделаем здесь трекущий. Господа отвлекал. Иисус разговаривал с Моисеем и Ильей, и вдруг его ученик начинает дергать его и говорит, давай сделаем. Иисус на него посмотрел, и Отец ответил вместо Иисуса. Вот, Сын мой возлюбленный, всем нам, всему телу Христа по всей земле, во всей вселенной, вот Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Слава Господу, воздайте Богу славу. Вот, Сын мой возлюбленный. Но что это значит сегодня для нас? Это значит, что я просто хочу сегодня вот подводил главной мысли, о чем я хотел сегодня сказать. Его слушайте. Вот этот момент нам нужно очень сильно понять, что Отец Небесный акцентирует наше внимание на этой главной мысли во всем этом ответственном, на всем этом отрывке. Это Сын мой возлюбленный. Есть Моисей, есть ли я. Они были очень крутые герои. Но это Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Я сегодня слышу в своем сердце голос Отца. Его слушайте. Его слушайте. Его слушайте. Я размышляю, как мне Его слушать? Как мне слушать Христа, потому что Отец Небесный мне повелевает научиться слушать Иисуса Христа. И в этом есть ключ к соединению с Господом. В этом есть ключ, и в этом есть путь, каким образом мы можем постичь непостижимое. Это слушать Иисуса Христа. Я сегодня хочу, чтобы эта мысль стала нашей молитвой. Господь, научи нас сегодня слышать и слушать Иисуса Христа. Аминь. Я сегодня размышляю о том, что значит слушать Иисуса Христа. Что значит слушать Сына Божьего? Это Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Несколько мыслей, которые пришли сюда на основании Писания, которые есть у нас в отношении Сына. И Павел сказал, познавая лучшее, то есть простирайтесь вперед, познавая лучшее. Познавая лучшее, это познавать Иисуса Христа. Мне нравится, что делал Моисей. Я восхищаюсь тому, что делал Давид. Но то, что сделал Иисус, с этому нет никакого сравнения. И поэтому сегодня познавая лучше. Многие проповедники, люди, они настолько восхищаются библейскими героями и оставляют немножко в стороне Иисуса Христа. Но мы должны понимать, что Иисус – это солнце Библии, что это солнце правды, что Иисус является образом ипостаси Божией, и Он является всем для нас. Это Иисус. И сегодня давайте мы отведем взгляд. И если мы смотрим на Моисея или Илью и сконцентрируемся на Христе, и Отец говорит, вот Он, Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Почтить Сына. В Псалмах написано, что почтите Сына, дабы Он не прогневался. В другом месте написано, целуйте подножие Его ноги. Целуйте Сына. Целуйте Его ноги. Вы знаете, я ни разу в жизни ничьи ноги не целовал. Но мне кажется, что это очень интересно. Кто целовал ноги? А, детей своих целовали ножки. Это не считается. Это не считается. Детские ножки – это как пирожное. Это не проблема. Они пахнут материнским молоком и все такое. Это не проблема вообще. А целовать ноги взрослого человека. Я думаю, что, наверное, немного таких людей. Но те, кто умывают ноги, христиане друг к другу, они иногда их целуют. Вы здесь? Если вы умывали ноги, и я знаю, что это очень хорошая традиция, потому что там есть блаженство. Есть заповеди, в которых есть обещание блаженства. И в обещании мыть ноги, в заповеди мыть ноги есть блаженство. Написано, блаженны вы, когда это знаете и исполняете. Это 13 глава Иоанна. Значит, когда мы знаем, что это угодно Господу, чтобы мы омыли ноги ближнему своему, и исполняем это, мы получаем блаженство дополнительное. То есть, это дополнительная благодать приходит на нас. Я знаю, что некоторые христиане, они иногда целуют эти ноги. Потому что Иисус Христос живет в брате или в сестре. И вот написано, что почтите сына, или в другом переводе целуйте его ноги. Как вот слушать сына? Я сегодня хочу с вами раскрыть открытое слово, тема открытого слова. Что такое слушать сына? Понимаете, да? И мы сегодня с вами пройдем несколько пунктов, что значит слушать сына. Прежде всего, избрать сына. Как мы избираем лучше. Избрать сына. Я благодарю Бога за Давида, за Павла, я благодарю Бога за всех пророков, за Самуила, за Адама, за Ноя, за многих пророков, Самуила. Я благодарю за этих людей. Но, я хочу сконцентрироваться правильным образом. Я хочу видеть сына и почтить сына. Следующее. Почтить сына. Что такое почтить сына? За то, что они не прославили его как Бога, то есть прославить его как Бога, почтить сына. Вот бывает, что не почитаешь человека. Знаете, культура такая. Вот мне приходилось, доводилось пребывать в разных союзах или братствах. Вот сразу видно, как церковь знает Господа. Вот ты приезжаешь, и даже, может быть, ну, вот к нам приезжает иногда гостья, мы покормили. Я помню, Джефф приехал. Мы покормили там его, да, вместе были с братьями и сестрами. И он потом, когда мы вечером за ним заехали, он говорит, брат, я увидел, что он сильно взволнован. Я спросил, что с тобой? Он сказал, спасибо тебе за обед. Я понял, что он забыл нам сказать спасибо за обед, и он волновался о том, что он забыл сказать нам спасибо за обед. И я понял, я немножко уже становлюсь с годами чуть-чуть умнее, чуть-чуть. И я сказал, да, я принимаю это, пожалуйста же, пусть Господь тебя благословит. Там нет проблем все это. Нет, подожди, ты почтил. Ты почтил нас своим спасибо. И некоторые говорят, да, спасибо за воду. Ты просто можешь принять и там налить кофе, особенно на Западе это распространено. Они говорят, спасибо за кофе. Понимаете, встать, расстаться и обязательно поблагодарить за что-то, за что-то малое, что тебе сделали, но не благодарить вообще это не почтить человека, это не чтить его. Вы понимаете, и не благодарить Бога за маленькие вещи, это тоже не чтить его, это как будто должное просто. И я стараюсь сегодня учиться, чтобы благодарить за все, даже людей. Братья помогут довезти, спасибо, брат, за то, что ты мне помог довезти. А некоторые выходят, хлопают дверью, пошел, как будто так и надо. Поел, мне обтер рот, пошел, даже спасибо не сказал. И не потому, что он злой человек, и не потому, что он невоспитанный человек, а потому, что просто в нем нет культуры почтения. Он не царский человек. И понимаете, иметь благодарное сердце, это иметь дух царский. Когда мы благодарим за маленькие вещи, да когда не за что благодарить, ты говоришь, спасибо тебе за твое спасибо. Вы понимаете? Или ты просто говоришь, спасибо, он говорит, за что? За все. Но за что за все? За все, что есть ничто в твоих глазах. Но спасибо тебе. Я помню, мы с братом тоже приехали в Израиль, и они не поняли, что происходит. Они говорят, прости меня, брат. Он говорит, за что? За все. Он что-то понял, какое-то напряжение. Он говорит, прости. Он на меня посмотрел, думает, что такое здесь? Я самоторопел. Я не понимаю. Он посмотрел, говорит, брат, ты меня прости. Он говорит, за что? За все. Все. Дьявол поражен. Вы понимаете, почтите сына. Давайте мы научимся почитать сына. Давайте мы научимся относиться к нему, не просто используя его, чтобы он нам что-то дал, а научимся чтить его. Научимся относиться к нему с благодарностью. Относиться. Вы знаете, человек вот благодетель в твоей жизни. Может, кто-то не знает, что это такое. Ну, например, представь себе, что он очень много сделал для тебя. Он спас твою маму, он был героем на войне с своим папой, он спас жизнь тебе самому, он спас. Он благодетель, которому до гроба, до гробовой доски такие слова, такие, Господи, прости. Ты ему просто, ну, как говорят, обязан по гроб жизни. Я не знаю, обязан по вечную жизнь. Лучше так. Представьте, благодетель, он появляется в твоем небосклоне. Он очень авторитетный, богатый, там все, он еще продолжает тебя благословлять. И это твой благодетель. Как ты к нему будешь относиться? Ты будешь относиться с площадью, но часто мы к Богу уже так не относимся. Вы поймете, к Богу мы так не относимся. И традиция, она выхолачивает эти вещи, традиция, она убивает настоящую жизнь. И она отвратительна. когда мы просто по традиции молимся, по традиции зевая, просто что-то благодарим и так далее, это настолько отвратительно. Мы должны выражать в себе, должны себе оживлять дух восхищения. Мы должны в себе воскрешать дух восторга. Вы понимаете, восторгаться, продолжать быть живыми, чтобы наши глаза к Иисусу, они были живыми, чтобы мы восхищались им. Нам нужно возрождать и возрождать это чувство. Аминь. Поэтому почтите сына. И как? Что значит слушать? Его слушайте. Почтить сына. Скажите, почтить сына. Следующее, это взирать на сына. Помните, написано в послании евреям, взирая на виновника, совершителя веры. На начальника, совершителя веры. Взирая на него. Взирая. Братья и сестры, не думайте, что это такое слабое что-то. Не думайте, что это банально звучит. Взирая на него. Кто сегодня взирал на него? Взирая на него. Сколько сегодня жизненных ситуаций возникает у нас, когда мы не знаем, как поступить. Но когда мы только воззрим на него, мы сразу будем знать, как поступить. В этом секрет. Кто-то даже носит браслет и написана аббревиатура. Как она называется? Чтобы сделал Иисус. Начальные буквы этого выражения. Чтобы сделал Иисус. И когда ты не знаешь, что сделаешь, раз, чтобы сделал Иисус. И делай точно так же. Прощать, благословлять, провозглашать милость, терпеть, смиряться, любить, избирать сторону Бога. Что бы это ни стоило, взирать на него. Это слушать его. И Отец с небес проговорил на горе, его слушайте. Вот что значит слушать Иисуса. Это делать то, что делал Иисус. Это взирать на него. Давайте мы научимся. Скажите, взирать на Иисуса. То есть взирать на него. И ты взираешь на него. А как Иисус? А какой Иисус? Как бы он поступил? Аминь. Следующее. Подражать Иисусу. Слушать его, это подражать Иисусу. Сегодня я эту проповедь получил в самолете. Так замечательно. Лететь на самолете и получать Божье Слово. Я думаю, что когда ты летишь в самолете, Дух Святой не летит за тобой. Чтобы догнать самолет. Он летит в тебе. Понимаете? Он летит в тебе и говорит с тобой. И это чудесно. Потому что мы можем с ним быть везде. И подражать Иисусу, это как написано, что Павел, подражайте мне, как я Христу. Апостол Павел подражал Христу. Подражал Христу. И знаете, но проблема здесь одна, что нам непросто подражать Христу, потому что мы живем во времена давления. Во времена экстренных ситуаций, которые мы не проходили. На некоторых уроках нашей жизни мы первый раз с вами. И никто нам не может дать четкую инструкцию, что Он прошел точно так же. Но Иисус это прошел. Иисус 100% это прошел. Иисус 100% не чужой человек, который не знает. Это не теоретик, это практик. И Он прошел в том, Иисус 100% не менее conseguente. И Он прошел. Иисус hanya бы тренузание искушения, что на нас真的 не снилось. И Он прошел, Он прошел предательство, Он прошел, когда был оставлен своими любимыми, Он прошел через пытки, муки, Он прошел через даже молчание отца, гефсиманскую смерть. Он прошел через все, прошел через крест, прошел через ад, когда зашел туда и воевал, и забрал ключи ада и смерти. Иисус прошел через все. И поэтому мы сегодня можем подражать Сыну Божьему. И даже когда никто нас не благодарит, никто нас не понимает, никто нас не утешает, никто нас не ценит, мы можем сегодня просто довериться Богу и подражать Иисусу. Потому что был Отец у Него только. И были моменты, когда даже ученики разбежались. Но Иисус смотрел на Отца. И мы можем сегодня быть в большинстве. Потому что где Отец, там все небо. Вот здесь подражать. Скажите, подражать Сыну Божьему. Следующее, слушать Иисуса, это быть достойным Сына. И Писание говорит, кто идет за мной, не несет креста своего, тот не достоин быть моим учеником. Подражать Иисусу, это быть достойным. И поразмышляйте, пожуйте вот эту вот мысль, как написано, чистые животные жуют жвачку. Пожуйте эту мысль, что такое быть достойным Сына. Вот есть, допустим, ну, а почему мы должны его пригласить, этого человека в наше общество, да? Высоких там, клуб высоких жильцеменов. Почему? А он говорит, да потому что он достоин. Да? Серьезно? Да. Он достоин. И почему кто-то пойдет на небо? Почему? Потому что он достоин. Он говорит, кто идет за мной и не несет креста своего, не достоин быть моим учеником. Вы знаете, оказывается, есть достоинство. И человек, который не достоин Иисуса, он не будет Иисусом. Достоин. И быть достойным Христа, это слушать Божьего Сына. Я хочу сегодня найти это в своем сердце, этот путь, когда это достоинство, вы слышали, как сестры проповедовали о достоинстве Исфири, как она была достойна своего царя, она была достойна этого мужа. И когда Артаксерст, почему? Артаксерст был не глупым, он был прорусским человеком, царь всегда имеет огненные очи. Настоящий царь-помазанник. А настоящий помазанник всегда имеет огненные очи. Настоящий помазанник, которого Бог поставил во власти, он видит насквозь негодяя, он видит насквозь правдивого. И у него огненные очи. И Артаксерст были огненные очи. И он увидел Иисфирь, что она настоящая. Он распознал ее. И когда она даже пришла, опираясь, типа, в неге, ехать, когда она была третий день в посте и без воды, но опиралась на служанных типа в неге. Он посмотрел на нее гневно, потому что она нарушила закон. Нельзя было самому заходить к царю без его приглашения. И он вдруг резко, Господь поменял гнев его на милость. Его сердце было обращено на 180 градусов, и он исполнился нежной любовью к Есфири. Простеркни скипетр и сказал, не бойся, ты будешь жить. Простеркни скипетр и сказал, проси, что тебе дать. И он принял ее к себе. Это то, что сегодня мы с вами должны обрести, это достоинство. И достоинство – это соответствие. Все равно мы не должны быть верующими только в теории, мы не должны ходить просто теоретически, веря в кровь Христа. Мы должны преобразованы быть. Мы должны быть преобразованы в царский дух, мы должны с вами соответствовать. И знаете, вот сейчас даже в поездке, у меня приходилось встречаться с некоторыми братьями и сестрами, восхищались ими. Такие кроткие и простые люди. Так приятно. И ты видишь, что ты, в тебе заинтересованы в том, что просто им приятно быть с тобой. Они не хотят с тобой расставаться. Они хотят с тобой общаться. Они хотят узнать твой внутренний мир. Они хотят быть с тобой. Они не хотят расставаться. И это так приятно, когда эти люди просто ищут настоящего, дружбы. Понимаете, ты видишь, что ты такой высокий дух, высокий дух в людях. И тебе хочется с ними быть, тебе хочется подражать. Вот Иисус должен чувствовать что-то от нас такое, что мы достойны Его. А не просто верующие, классные запилы на прославление, подтяги на молитвы, где-то забывания в видениях. Я не знаю, что у нас в голове. Ну, евангелизации, танцы, все. Все это круто, классно. Но внутри должно быть что-то, нас, что соответствует достоинству. Аминь. Быть достойным Сына. Размышляйте об этом, это хорошо. Что такое еще услышать Сына Божьего? Это научиться у Сына. Кротости и смирению. Я знаю, что Иисусу многому нужно учиться. Иисус призывает терпению. Господь управит ваши сердца. В терпение Христово. Но от Него надо научиться чему? Чему Он Сам учит? Придите ко Мне. Евангелие от Матфея 11, 28. Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, я успокоюсь, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Иисус сказал, научитесь от Меня кротости и смирению. Научиться от Иисуса. Он сказал две вещи конкретно, сам, своими словами, своими устами, что от Иисуса мы должны учиться кротости и смирению. Кроткий человек, это не который хорошо себя ведет. Молчит и козни таит. Вот. А кроткий человек, он по природе, по мышлению своему кроткий. Вот почему кроткие наследуют землю? Потому что они дают место Божьей благодати. Потому что они отходят назад. Они дают место Богу. А почему с гордыми Господь не двигается? Почему Он им противостоит? Потому что человек, даже если и прав в этом деле, но он гордый. Он прорывается сам. Бог не будет с ним его защищать, потому что иначе все подумают, что Бог такой же, как Он. Поэтому Бог от гордого человека отходит. Он от него отходит подальше. Потому что все, что делает гордый человек, противоречит Божьей природе. А к кроткому человеку Бог сразу приближается, потому что Он хочет ему помочь. Потому что кроткий ожидает Бога. Поэтому кроткие наследуют землю, которую Бог даст кротким. И кроткие не забирают землю, а не наследуют ее. Поэтому Иисус сказал, «Придите ко Мне, труждающиеся из себя времен, и я успокою вас, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Научиться от Христа кротости и смирению». Это не значит, что это слабые качества, что это таким забитым, как тряпочка, об тебе все ноги вытирают. Нет, ребята. Я видел людей кротких, кратчайших. Это были гиганты силы. И физически. Некоторые мастера спорта, но настолько себя в боевых искусствах, они настолько себя обуздавшие, что просто ты видишь, что человек гора перед тобой стоит. И ты понимаешь, что ты просто, если будешь сейчас на него лаять, то ты шавка, которая лаяшь на гору. И это царственная кротость, это мощь. Это когда человек научается давать место Богу. И смирение настоящее, оно находится не в поведении, но вот здесь. Когда ты понимаешь Бога, ты видишь Бога и даешь Ему место. И даешь место гневу Божьему. Когда ты сам за себя не прорываешься, не заступаешься, ты отходишь назад. И Господи, ты допустил, да будет воля Твоя. Все. Это человек Креста. И Господь говорит, что научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Слава Ему за это. Аллилуйя. Следующее, что значит слушать Господа, я уже буду подходить к концу, это следовать за Сыном. И Он говорит, следуй за Мной. Куда, Господи? Увидишь куда? К Отцу Небесному, к славе Божьей. Куда же, Господи? О, да, я хочу туда следовать. Я иду. Такие толпы, Иисус раз, исцеляет. Иисус раз, пророчествует. Все хлопают, ликуют. Иисус раз, так, там что, покушать вам? Давай, мальчик, хлебы, накормил там семь тысяч мужчин, человек. Чудеса. О, да, я хочу следовать за Тобой, Господь, я такой вообще просто, ну, в таком конференции, конференция за конференцией, гости, WLI, все дела, пророки, апостолы, я так хочу следовать за Тобой, Господь, мы такие, вот, но ты посещаешься один домой, к своим кулисам, и у тебя сразу депрессия. Ну, бумс, ой, плохо, скорее бы с конференции наступило, поеду в Петербург, деньги займу и поеду. Мы должны научиться этому внутреннему равновесию, когда мы можем следовать за Сыном. И Сын, когда мы читаем, Он жил вообще во времена гонений. Мы читаем, что Иисус Христос жил среди ненависти. Иисус жил, когда Он прошел через гефсиманию, прошел через отвержение, прошел через предательство, прошел через непонимание учеников, прошел через разочарование, прошел через... В некоторых ситуациях были упадок внешнего успеха. Но 70 человек ушли. 70 человек ушли ближайших учеников. Ну, что это, упадок? Нет. Иисус шел вперед. Это не было свидетельство, что у Него служение разрушается. Это не было свидетельство, что у Него что-то не в порядке. Иисус шел вперед. Куда Он шел? Он шел к славе Отца. Он шел, чтобы у вас сесть на престоле. Одесную престол на небесах рядом с Отцом. И сегодня мы должны следовать за Иисусом. Следовать за Ним. Просто следовать за Ним. И Он призывает тебя сегодня не следовать за конференции, за успеха. И многие люди, поверхностные христиане, они смотрят на внешние вещи. Ой, уходит народ. Пойду туда, куда все идут. Точно! Июлька здесь. Понимаете? И такое дешевое, такое поверхностное, дешевское христианство. Это не христианство. Они видят Дух и говорят, нет, это не царский Дух. Мы будем строить на том, чтобы делать, чтобы продолжать двигаться за Иисусом Христом, продолжать жертвовать, продолжать быть верным друг другу, продолжать быть верным Церкви, потому что это семья. Господь меня сплотил здесь, соединил навеки. Не может быть такого, что здесь нет Святого Духа. Не может быть такого, что эти люди погибнут. Не может быть такого, что Бог оставил свою Церковь. Я не знаю, где там с кем с ними. Я знаю то, что здесь. И за это мы ответственны. Мне сказали недавно, напиши, что теперь с ними. Я говорю, я не буду. Зачем? Эти люди не с нами. Зачем я буду писать? Это, во-первых, неблагородно, что ты меня разводишь. Ты чего меня искушаешь, чтобы я о ком-то писал за спиной? Я не такой человек. Ты меня не разведешь. Я на эти вещи не попадаюсь уже много лет назад. За спиной не буду. Ни про кого говорить. Понимаете? Почитайте. Зарекомендую вам книги притчей Серахова из 20 главы. Послушайте несколько глав. Пять где-то. И вам все понятно станет. Но мы сегодня понимаем, что нам нужно делать. Вот Иисус. Вот я. Вот мои братья и сестры. Мы будем делать. И будем... Что мы делали? Мы будем продолжать делать миссию. Мы будем продолжать брать бездомные. Мы будем продолжать спасать наркоманов. Мы не будем умными критиками злозловящих гостей, которых мы приглашаем. Вот. Просто не безумствуйте, ребята. И давайте мы отрезвимся, потому что здесь должно быть тепло. Мы члены друг другу. Пожалуйста. Смотрите друг на друга радостно. Хорошо? Смотрите друг на друга с любовью. Хорошо? Потому что вокруг тебя ненегодные люди сидят. Вокруг тебя не негодяи. Вокруг тебя не злые, не воры, не разбойники. Ты чего на них так смотришь? Это Божьи дети, твои братья-сестры. Вы здесь? Это наша семья. Вы здесь? Поэтому мы сегодня есть люди Божьи, которые мы благословляем. И как написано здесь? Мы говорим следовать за сыном. Поэтому следуйте. Давайте побьем за ним. Давайте побежим за ним. Следующее, что значит слушать его, это достигнуть сына. И апостол Павел Филиппийцам в третьей главе говорит, не достигну ли я Христа, как он достиг меня? Достигнуть сына, то есть уподобиться ему. Я представляю, если бы сейчас здесь перестал апостол Павел, возможно, он бы разрушил многие стереотипы. Возможно, некоторые из вас ушли бы из этой церкви сразу. Такого невозможно слушать. Иисус не такой. Мой Иисус не такой. Если бы сейчас Павел Апостол встал здесь, ох, ребята, возможно, даже нам бы не поздоровилось. Я не знаю, что было бы. Но в некоторых местах в Каринфе он разрывал одежду и рыдал. Потому что, когда он пришел в эту церковь, они подумали, о, сейчас с Дабул Элай приехал. Саввл Фром Тарс. Сейчас что он нам скажет? И когда Павел освобождался, какой негатив, фу, какой негатив. В Каринфе негатив был. Ефесянам была какая-то поэзия. Что такое он говорит вообще? Когда деньги дадут? О чем речь идет? Какие-то престолы, какие-то ангелы, архангелы, это начало власти. Что происходит вообще? Мне зарплату не дают уже два года. Что происходит? Если ты апостол, высвободи для меня благословение. И так далее. Это было бы серьезно. Поэтому Павел ушел в то время. И сегодня Бог поднимает новых служителей. Но мы с вами в борьбе. Это нормально. И достигнуть сына. И Павел говорит, что я всю свою жизнь устремил на то, чтобы отвергнуть все за ссор, почитать, чтобы достигнуть сына, как он достиг меня. И сегодня я хочу полностью, находясь под этим давлением служения, уже около 22 лет нашей церкви. И мы разные переживали. Я тоже разные переживал. Находясь в этом служении, в церкви, я понимаю, что я должен не попасться на эти вещи, чтобы люди меня уделали. Я должен продолжать иметь цель в жизни своей достигнуть Христа. С теми верными людьми, которые тоже имеют эти высшие, возвышенные цели и высочайшие благородные качества своей души. Вы понимаете, которые не выхолостились, не обозлились, не ожесточились от своих ран, ранений, разочарований, не предали друг друга, а которые сохранили свое сердце чистым и верным. Я хочу с этими людьми достигнуть Христа. И Павел Апостол говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Вот для этой цели, говорит, я и подвижаюсь, и живу. Я хочу сегодня пригласить вас ответить на этот призыв Отца. Вот, Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И будут приезжать там всякие разные люди и гости, и Шерон, прекрасные сестры. Я ее не видел, но это хотел бы обнять ее, потому что я слышал ее дух, как она пророчествовала. Я чувствовал, с какой любовью она приехала. Может быть, она несовершенная, но не как ты. Прости. Прости. Но эти девчонки приехали послужить, как рабыни. Прости, брат. На мне в высвободе плевок, но их не трогай. Это я их пригласил. Меня бей. А их не трогай, они гости мои. Как Лот сказал, лучше моих дочерей изнасилуйте, но ангелов не тронете, потому что они гости в моем доме. Не трогайте их, меня бейте лучше. За то, что мы пригласили их. Но нам нужно опомниться. Мы Христа не знаем, если у нас вот эти вещи, угрызения, разделения, мы его не видели, и мы его не знаем. Вы понимаете, очнитесь. Мы тело Иисуса Христа, мы члены, мы семья. Вы здесь сегодня? На что мы смотрим? И что мы видим? Не буду я ходить по четвергам. Там у них какая-то муть. Эта жена говорит, слава Богу. На пляж поедем? Как раз лето. Ну, это как бы такое позорное дело. Мы должны быть, как кристалл перед Господом, но в сердце своем. Мы спотыкаемся, мы ошибаемся, но кровь святая очищает нас. И одежда наша снова сияет. Это не нравится соседу. Это не нравится и другим людям. Им не нравится, что ты ходишь в свободе любви, в свободе радости и спасения. Они будут жить ради того, чтобы тебя кусать, чтобы всю жизнь они будут на тебе строить. Серьезно? Вы не думайте, это серьезно. Всю жизнь вы увидите их через год, через пять лет. Они будут только о вас говорить. И будут говорить плохое. У них своей жизни нету, потому что они последуют не за тем. Люди же царского духа, они смотрят только на Христа. Они первенцы. Все, что у них есть, это они сами от Бога получили. Не через других людей. Понимаете? Они не за человеком идут. И церковь апостольская идет за Богом, а не за человеком. Она научается от Него. И мы с вами призываемся быть такой церковью. Слава нашему Господу. Это серьезный разговор. Подождите, не хлопайте пока. Подождите. Сейчас я уже закончу. Я понимаю, намек ваш. Значит, последний пункт. Последний пункт. Значит, пребывать в сыне. И написано, что мы призваны в общении сына. Что такое пребывать в сыне? Это то, что когда ты, ну, допустим, пригласил своих друзей, но вдруг ты узнаешь, что приехал в город президент. И ты думаешь, и президент пишет, брат Николай, я могу к тебе сегодня на ужин разделить с тобой общение. Нет, только не сегодня. У меня сегодня карифанов много. Это мне надо, ну, как бы, ты поломаешь нам все общение. Вы знаете, иногда мы общаемся так, что сына Иисуса туда приглашать нам не хочется. Ну, потому что мы на пляже. Потому что мы просто хотим телевизор посмотреть. Ну, вы слышите, нет? Ну, или я вообще, я что-то вообще не то говорю, я с Фрилляндии приехал, да, получается? Вы не такие. Вы Духом Святым питаетесь. И пророк такой лежит и в машинке, дюш-дюш-дюш-дюш. Что такое? Вот, иногда бывает так, что сына Божьего мы не приглашаем, но я хочу сегодня благословить вас и вдохновить то, что работает очень сильно. Во все 24 часа в сутки приглашайте сына. Вот я стал это практиковать, я стал переживать очень сильный подъем в откровении и в духе присутствия. Даже если мы просто с братьями можем пойти поужинать в свободное время или остаться где-то с семьей или просто поехать куда-то на миссию или просто отдохнуть, мы приглашаем туда Иисуса. И знаете, что это делает? Это стабилизирует нас, потому что мы не теряем время. И, во-вторых, это дает нам назидание, расширяет понимание Иисуса. И, во-вторых, это действительно так, что Иисус приходит и Он с нами разделяет нашу радость, скорби, плач, печали, отдых или общение или служение. Иисус приходит. Приглашайте Иисуса во все сферы вашей жизни. Представляете, это так прекрасно. Просто сел ты в машину, призови Иисуса. Пошел ты с братьями и сестрами в кафе посидеть. Давай пригласим Иисуса. Иисус, приди к нам тоже, будь с нами. И ты показываешь, что ты призван в общение Иисуса. Вот что такое. Его слушайте. Потому что Он возлюбленнейший Сын Отца. И ради Него мы здесь с вами. Вы понимаете? Это другой уровень жизни. Это другое качество жизни. Это вообще другой народ. Это удивительная жизнь с Иисусом Христом, когда Он всегда с нами. И когда я сегодня молился, в самолете тоже думал, о чем я могу сегодня поделиться в церкови? Я получил Его Слово. Мне так радостно стало, что сегодня мы держимся Иисуса. И мы хотим... Я не знаю, что у вас тут было, там, Шерон или с кем. Я не знаю, что было здесь две недели. Вы тоже слышали, что я там был в Филиаде. Но мы снова говорим о Сыне. И мы снова говорим, да, давайте мы будем держаться Иисуса, Сына Божьего, Иисуса Христа. Аминь. Его слушайте. Повернись к ближнему и скажи, Его слушай. Я сегодня слушал бытие. И когда Исаак, помните, притупилось его зрение, и он хотел благословить Исава. И хотел ему отдать первенство благословений, да? Но Ревека подслушала, позвала Якова и сказала, давай мы похитим у отца благословения, потому что у нее младший сын был любимчик. Это плохое дело мама сделала. Некоторые мамы делают так, не делайте так. Это большая беда. Богу было возможно разделить между ними благословение, ему не жалко. И она подговорила сына лукавством, ложью забрать отца благословения. Это печально. 14 лет жизни были вычеркнуты у Якова. Он там испечрялся, тоже сам страдал, и приходилось ему платить цену. Но что произошло? Исаак, он сказал такие слова. «Голос!» Голос Иакова, а руки? Руки Исаава. И когда мы сегодня с вами переживаем Бога, мы тоже слышим Его голос и также переживаем Его руку. Рука Его проявляется в спасении, в благословении, когда Бог помогает нам, избавляет нас. Это Его рука. Но голос важнее. И когда он правильно пережил этот старик, Исаак, он был пророком, но он избрал плотское. Он услышал, он говорит, голос Иакова. Он четко определил, что это был голос Иакова. Иаков тоже пророк. Он услышал голос Божий в голосе этого юноша. Но руки, руки Исаава. И он избрал руки Исаава, потому что они готовили ему дичь, они давали ему хорошую похлебку, они давали ему вкусную еду. И он послал его, да, на вкус полей. Он любил то, что делалось руками. И мы любим то, что делает Бог. Но голос Его слышать, это важнее. И сегодня я хочу благословить нас, чтобы мы искали слышать Его голос. Что мы проводили время утром с Ним. Пробуждайтесь перед зарей, просто победите свою плоть, и вы переживете такое благословение. Вставайте раньше, чем расцветает. Духи человеческие спят на земле. Очень легко молиться. Ты просыпаешься, и ты просто в удивительной среде находишься, когда духи человеческие спят. И ты, несколько человек с тобой в городе, они внимательно рассматриваемы Господом. А обновляется благодать Его каждое утро, написано. Каждое утро обновляется благодать. Значит, она на тебя приходит, прежде всего, ты первый получаешь благословение. Бог над всеми обновляет благодать в этом городе, но когда кто раньше встает, на нем первое приходят капли дождя. И трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Вставайте до зари. Вставайте до зари. Когда у нас выработается такая привычка, хотя бы на какое-то время помолиться, а потом тут снова лечь, вы по-разному, вы переживете особенное дыхание Бога в вашей жизни. И вы научитесь слышать Его голос. Бог говорит с утра. Я... Сейчас нет времени. В Исаии написано, каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Он говорит, что духом моим я буду искать, душой моей стремился к тебе ночью, и духом буду искать тебя с раннего утра. Просто встань, оденься, умойся, налей чашку кофе, если ты хочешь кофе. Не хочешь, налей кока-колу. Сядь и скажи, Господь, приветствую тебя. Доброе утро. Я здесь. И начни искать Его духом своим, с Библии в руках. И ты будешь чувствовать, как Бог тебя учит общению с Ним на другом уровне. Ты поклонник. Все спят. Дети, жена или муж. Кто бы ни был, все спят. Ты встречаешь рассвет с Ним. Это такое благословение. Я стал практиковать эти вещи, и я скажу вам, что я не хочу это отпустить. Это такое сокровище. Это такое сокровище. Иметь эти ранние встречи с Ним. Сильнее нету, и Он будет говорить вам даже обо дне. Вы будете знать, что днем произойдет. Вы будете знать, Он будет рассказывать вам тайны, Он будет предупреждать вас. Это Бог делает. Он живой. Начните искать Его с раннего утра, и вы переживете Божью благодать. Все, что вы потеряете, только сон в это время. Треть жизни мы спим. В этом нет никакого назидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok